Закуска, соус, самостоятельное блюдо, гарнир и перекус. Все это о хумусе. В синагоге Владивостока Бейтсима члены общины устроили мастер-класс по приготовлению блюда восточной кухни и рассказали о его пользе и происхождении. Хумус – традиционное еврейское блюдо, готовится из нута и кунжутной пасты. Так что добавляются чеснок, паприка, соль для вкуса и лимонный сок. Хумус мы готовили, потому что это очень популярное блюдо, его многие любят. Евреям важно, чтобы пища, которую они потребляют, была кошерной, питательной и вкусной. Хумус как раз таки и является одним из таких блюд. Это идеальный вариант для людей с диабетом и нарушениями углеводного обмена. Ведь в продукте работают устойчивый крахмал, жир, белок, а также сахар, который медленно попадает в кровоток. Одним из главных ингредиентов является кунжутная паста, которую рекомендуют включать в рацион как источник микроэлементов, усиливающих противовоспалительные факторы. Если вы берете порцию нута, замочить его нужно в двух порциях воды. То есть, если это литр, килограмм кинута, то замачиваем его в двух литрах воды. Способ приготовления хумуса в каждой стране свой, ведь до сих пор неизвестно, к чьей кухне относится это простое, но питательное блюдо. Кто-то говорит, что это продукт израильской кухни, а кто-то считает, что арабы стали его изобретателями. Можно долго спорить, кто первый придумал растирать нут в пюре, приправляя его оливковым маслом и кунжутной пастой. Главное – успеть съесть свой кусочек. Олег Завьялов, Полина Федоркина, Василий Тихонов. Новости на Восьмом.